Мушка, которая завершает данную серию, это мушка Black Ranger. Она является членом целого семейства мушек Ranger, которых объединяет конструкция крыла, состоящих из типитов золотого фазана. Мушки такого типа носят название Whole Failed Wank, то есть мушки с крылом из цельных перьев. Эту мушку мы свяжем на крючке без колечка. Вот такой крючок, вручную выклонный Сергеем Феско. Размер крючка 5 дробь 0. И из коробочки достаем такую вещь, как гуд. Это железа шелковичного червя, высушенная, растянутая и скрученная втрое. Из такого материала всегда и делали петли для крючков до того, как научились загибать металлическое ушко. Если мы будем использовать такой крючок для рыбалки в наше время, то вместо гута возьмем вдвое скрученную леску диаметром 0.3, 0.35, 0.4, потому что гут легко перерезается современной нейлоновой леской. А раньше использовали поводок также гутовый. Вот такой вот кусочек гута относительно прямой. И нам из него надо сделать петельку. Делаем мы это с помощью обычного бобинодержателя. Оборачиваем, складываем и ногтями делаем такие защипы на гутовой петле. Очень плотно ее стягиваем и проворачиваем. Все, вот наша петля уже подготовлена к привязыванию. Закрепляем монтажную нить и обязательно оставляем открытым кончик цевья длиной 1,5-2-3 мм. Делаем подложку для крепления гута, чтобы он у нас не провернулся и не соскользнул. То же самое и для лески. Гут крепим точно снизу цевья, оба его конца вплотную. И петелька должна быть строго горизонтальна. Мы его закрепляем несколькими витками. Дальше смотрим снизу, что у нас получилось, чтобы он был параллельно цевьем. И точно снизу цевья. Обращаю внимание, что длина гутовой петли очень мала. Гут материал сейчас достаточно редкий и недешевый, поэтому мы его просто экономим. Для того, чтобы ловить рыбу, семга рыбы сильная, нужно привязывать петлю до точки над жалом колечка или до утолщения. Убедившись, что петля у нас стоит параллельно цевью, окончательно ее фиксируем. И теперь можно увести нить по спирали к точке над жалом крючка. Почему не виток к витку? Потому что у нас будет еще несколько слоев материала подложки, и эта нервномерность спирали скроется. От точки над жалом крючка начинаем делать подложку для кончика. И она должна быть сделана очень аккуратно, именно виток к витку. Подложку наматываем до середины бородки крючка. Теперь берем самый тонкий овально-серебряный люрекс. Отрезаем нужную длину, порядка 15-20 см. Зачищаем керн люрекса на длине примерно 3-4 мм. Очищаем его от металлического покрытия. И закрепляем снизу цевья, чуть сместив в сторону дальнего от носа. Двумя-тремя витками в сторону загиба крючка. Далее нить виток к витку уводим примерно на 3-4 мм в сторону колечка. И широкими витками уводим вперед, чтобы она нам не мешала. И начинаем наматывать первую часть кончика. Первый виток идет по цевью, не покрытому нитью. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Крючок номер 5 дробь 0, делаем пять витков. Сматываем спираль и закрепляем люрекс снизу. Теперь виток к витку. Закрепляем ходовой конец люрекса до точки над жалом крючка. Отрезаем излишек люрекса и подготавливаем вторую часть кончика, который состоит из желтого шелка. Шелк берем в дэнвил. Шелк четырехпрядный, достаточно взять одну прядь. Отрезок примерно 20 сантиметров. Закрепляем отрезок снизу цевья. Раз. Два. Два. Три. Четыре. Пятью витками. И выводим нить широкими витками вперед. Начинаем наматывать кончик. Нижний слой у нас идет виток к витку. Или даже с небольшим зазором между витками. Не забываем тщательно выравнивать шелк. Подходим вплотную к люрексу. Делаем один оборот поверх другого. И покачивая нить волнообразными движениями, начинаем двигаться в сторону колечка крючка. При этом витки шелка должны ложиться с небольшим перехлестом. Можно увеличивать перехлест для того, чтобы создать конусообразную форму кончика. Доходим до точки закрепления шелка. Снимаем нашу спираль. Отматываем. Раз, два, три, четыре витка. И закрепляем шелк. Раз, два, три, четыре, пять витков. Далее берем полированную иглу или полированный деревянный инструмент и выравниваем шелк кончика. Поскольку мы использовали синтетический шелк, то выравниваем поперек волокон. После чего обрезаем лишнее. Возвращаем нить в точку закрепления шелка. Хвостик этой мушки состоит из двух частей. Это, как обычно, перо с хохолка золотого фазана и перо с груди плодовой вороны или красногрудового плодоеда. Натурального пера плодового ворона у нас нет, но есть его имитация. Первым закрепляется перо с хохолка золотого фазана. Мы умышленно берем перо большей длины, чем это необходимо для изготовления хвостика в традиционной пропорции. Потому что кончик большого пера более массивный, более пушистый. Длина хвостика равна от полутора до двух размеров поддела крючка. Теперь отмеряем точку привязывания и удаляем все лишние бородки. Устанавливаем перо, фиксируем его и проверяем. Оно у нас должно стоять четко поверх цевья и строго проведем цевью. Хвостик стоит у нас ровно. Фиксируем его двумя-тремя витками монтажной нити. Теперь можно заняться второй частью хвостика. Это перо плодового ворона. Очищаем нижнюю часть пера от пуха. И закрепляем его поверх хвостика. И закрепляем так, чтобы монтажная нить захватила бородки пера. В таком случае она у нас не будет проворачиваться. Она встанет точно поверх пера с хохолка золотого фазана. И строго горизонтально. И обрезаем излишки. И крепим его двумя-тремя оборотами в направлении загиба крючка. Возвращаясь таким образом в точку крепления хвостика. Утолщение для этой мушки, как и для предыдущей, мы делаем из волокна черного пера страуса. Техника подготовки точно такая же, поэтому второй раз мы ее рассматривать не будем. Мы подготовили и закрепили бородку пера страуса. И теперь наматываем утолщение несколько витков в сторону колечка. Последний виток приходится на цевьё, не закрытой нитью. Фиксируем. И обрезаем излишек. Ножницами замеряем ширину утолщения. И виток к витку уводим нить в сторону колечка на это расстояние. Приступим к формированию подложки тела. Тело у нас делается из шелка. И в данном случае мы будем использовать натуральный шелк. Поэтому формирование подложки очень важно. Вдобавок формирование подложки позволит нам избавиться от ступеньки, которая получилась при привязывании гутовой петли. Как и для прошлой мушки, подложку делаем из белого флосса, дэнвилл. Берём отрезок длиной примерно метр. И из четырёх прядей используем две. В точке, где у нас находится нить, мы привязываем два волокна флосса снизу цевья. Причём глухой конец нужно оставить равным 2,5-3 длинным цевья. Сейчас мы увидим, зачем нам это понадобится. Начинаем приматывать флосс в сторону колечка виток к витку, постоянно натягивая глухой конец, чтобы он находился точно снизу цевья. Мы приближаемся к точке крепления гута, и нам надо на гут не залезть. Вот она точка крепления у нас. И здесь делаем виток под 45 градусов, потому что дальше у нас нить пойдёт в обратном направлении. И, собственно, оттягивая флосс назад, в сторону загиба, опять виток к витку приматываем. Мы приближаемся к точке закрепления шёлка, и мы должны не дойти до неё, опять же, на ширину батта. Внимательно за этим следим. То есть расстояние от батта до точки первого крепления и расстояние от точки первого крепления до конца намотки у нас совпадает. Отставляем эту прядь шёлка в сторону. Смотрим, что у нас получилось. Где заканчивается гут, всё ещё присутствует ступенька. Значит, надо сделать снизу ещё один слой шёлка вдоль тела. Двигаем монтажную нить в сторону колечка крючка на ширину батта. И здесь закрепляем ещё две пряди шёлка. Приматываем вдоль цевья, также держа в натяжении, чтобы шёлк укладывался точно снизу цевья. Снова приближаемся к точке привязывания гута и делаем виток под 45 градусов, разворачиваемся назад. Приматываем шёлк в обратном направлении, держа его в натяжении. И ещё раз останавливаемся на ширине батта от точки привязывания шёлка. Оттягиваем три свободных конца шёлка вниз. Смотрим, что у нас между ними одинаковое расстояние. Теперь монтажную нить вводим в сторону колечка крючка. И останавливаемся в 5-6 мм от кончика цевья. И теперь по очереди отрезаем три свободных конца шёлка. Начинаем наматывать подложку. Наматываем с небольшим перекрытием витков. Не забываем тщательно разглаживать шёлк. Это у нас получается тело сигарообразной формы. Подходим к точке, где мы оставим нашу монтажную нить и фиксируем ей шёлк. Обрезаем излишек шёлка. Берём узловязь, завязываем фиксирующий узел и обрезаем монтажную нить. Подложка под тело готова. Берём полированную иглу и разглаживаем подложку. Поскольку материалом тела будет являться натуральный шёлк, то чем ровнее будет подложка, тем ровнее ляжет шёлк и красивее он будет выглядеть. Как видно, у нас здесь образовалась такая ступенька перед началом подложки. Закрепляем здесь монтажную нить и наматываем монтажную нить. Несколько слоёв туда и обратно устраняем эту ступеньку. В конце возвращаемся к точке крепления утолщения. В этом месте прикрепляем материал для обмотки по телу. В качестве обмотки по телу на этой мушке используем средний овальный серебристый люрекс. Отрезок где-нибудь 15-20 см. Этого будет вполне достаточно. Очищаем керн от покрытия на длину примерно 3 мм. И закрепляем люрекс снизу, чуть смещая его в дальние от нас стороне. Закрепляем керн вместе с тем покрытием, которое мы распустили. Уводим монтажную нить в сторону колечка крючка. Кладём нить аккуратно в виток к витку. Тщательно её выпрямляем, поскольку поверх уже будет ложиться чистовой материал тела. До того места, где мы закончили наматывать подложку. На данной мушке ёршик по телу выполняется из чёрного петушиного пера. Как его подготавливать мы уже знаем. И второй раз останавливаться на этом не будем. На этот раз в качестве материала тела мы используем натуральный шёлк. Это японский вышивальный шёлк наивысшего качества. Его прядь довольно широкая. И тело мы будем наматывать в одну прядь. Берём 60-70 см шёлка. Лучше пусть немножко его останется, чем потом не хватит. И закрепляем где-то в 6-7 мм от конца целья крючка. Раз, два, три, четыре, пять. Интересно, что это за тряпочки у нас тут лежат? Давайте-ка посмотрим. Оказывается, это не тряпочки, это перчатки. Это совершенно необходимая вещь при работе с натуральным шёлком. Одеваем перчатки, которые, собственно, тоже состоят из шёлка. И формируем тело мушки. Не забываем, как обычно, разглаживать шёлк. Первый слой кладём в виток к витку. Даже если будут небольшие зазоры между витками, это не страшно. Подходим вплотную к утолщению, накладываем один виток поверх другого. И начинаем формировать уже окончательный чистовой слой тела. Витки кладём с небольшим перекрытием. Примерно в одной пятой части длины тела, с помощью нашей ровницы, мы закрепляем предварительно подготовленное перло, которое будет служить ёршиком по телу. Закрепляем его сверху. Делаем 3-4 витка и обрезаем излишек пера. Заканчиваем формирование тела. Отматываем раз, два, три, четыре витка. И закрепляем шёлк снизу. Раз, два, три, четыре, пять. Излишек шёлка обрезаем. Теперь можно взять нашу полированную иглу и разгладить тело. В отличие от синтетического флоса, натуральный шёлк можно разглаживать только вдоль волокон. Волокна очень нежные, и если разглаживать поперёк, то они могут порваться. Тело будет выглядеть таким пушистым, каким оно быть не должно. Не забываем поддерживать крючок. Крючок у нас большой, цель очень длинная. Теперь делаем обмотку по телу. На сей раз делаем традиционные пять витков. И первый оборот люрекса проходит чуть правее точки крепления пера. И третий виток ложится примерно посредине длины тела. Закрепляем люрекс, отрезаем излишек, берём передержатель и начинаем укладывать ёршик по телу. Следя за тем, чтобы бородки пера ложились параллельно телу, а ось пера ложилась вплотную к обмотке, к овальному люрексу. Работаем осторожно, чтобы не порвать стебель пера. Перед началом тела делаем один-два витка. Закрепляем перо, закрепляем перо снизу и излишек отрезаем. Уводим бородки пера вниз. Поскольку тело у нас связано из натурального шёлка, то пальцы, которыми мы уводим бородки, лучше не смачивать. Те бородки пера, которые не угодятся вниз, аккуратно по одной выщипываем. Бородки пера нужно именно выщипывать, а не отстригать ножницами. Горло на этой мушке выполняется из петушиного пера, окрашенного в голубой цвет. Подготовку пера мы уже рассматривали, поэтому подробно останавливаться на этом уже не будем. Перо для горла нужно выбирать с таким расчётом, чтобы его бородки были немного длиннее, чем бородки пера ёршика около головки мушки. Подготовленное перо закрепляем снизу цевья, лицевой стороной от себя. Лишнее отрезаем. Берём передержатель, захватываем стебель пера и наматываем горло. Три витка. В процессе намотки бородки пера уводим назад. Следим, чтобы ось пера не перекручивалась. Закрепляем перо, опять же, снизу цевья и излишек его отрезаем. Почему мы закрепили все материалы снизу цевья, а не сверху? Чтобы наверху не создавалось утолщение, которое помешает нам закреплять материалы крыла. Уводим бородки пера вниз и фиксируем горло. Теперь у нас всё готово для установки подкрылка. Подкрылок на этой мушке делается из перьев джунглевого петуха. Выбираем достаточно большие перья, симметричные, с двух сторон скальпа. Мы выбрали два пера, складываем их вместе, чтобы кончики перьев совпадали. Прикладываем к мушке. Подкрылок у нас должен доходить до хвостика. Определили точку крепления и лишние бородки удаляем. Причём на нижней части пера, чтобы перо у нас не подскакивало слишком высоко, мы удаляем бородки на большей длине. Примерно ещё сантиметр точки крепления. И закрепляем подкрылок поверх цевья крючка. Ости перьев подкрылка должны лежать поверх цевья и вплотную друг к другу. Прихватываем двумя-тремя оборотами нити, при необходимости поправляем. И смотрим, что у нас получилось. Теперь перья у нас встаёт параллельно цевью. Крыло на мушках серии Ranger делается из двух пар перьев с грива золотого фазана, так называемых типетов. Берём скальп фазана. Вот эти вот оранжевые перья с чёрными полосками и есть типеты. Перья для обеих пар нужно выбирать симметричными. С правой и с левой сторон скальпа. Мы выбрали два симметричных пера. И попробуем сейчас приложить их к нашей мушке, определить точку привязывания. Прикладываем так, чтобы естественная кривая стебля была направлена вниз. Длина перьев до третьей или до середины хвоста постараемся сделать так, чтобы вторая полоска на второй паре перьев, которую мы будем ставить в будущем, совпала у нас с баттумом. Для начала обдерём нижнюю часть стеблей, удаляя неокрашенные бородки. И теперь делаем вот что. Складываем перья, так как они у нас должны будут стоять на мушке. Выравниваем кончики. Дальше берём плоскогубцы с гладкими губками. Зажимаем одновременно два пера, сплющиваем ости и отгибаем их вверх. Теперь пробуем установить. Устанавливаем ближнее крыло. И устанавливаем дальнее крыло. Если теперь мы посмотрим на мушку сверху, здесь достаточно хорошо видно, что верхние грани перьев у нас разошлись. Так быть не должно. Поэтому мы снимаем наше крыло и проделаем с перьями ещё одну манипуляцию. Берём плоскогубцы, зажимаем перо, ось пера в точке крепления. Сейчас мы держим в руках перо для ближней стороны. И разворачиваем его верхней кромкой от себя. Достаточно жёстко это делаем. Берём перо для дальней стороны. Точно так же зажимаем плоскогубцы в точке крепления. И теперь разворачиваем верхней кромкой на себя. Установили перья. И теперь видно, что верхние кромки перьев у нас практически сошлись. Теперь подготавливаем вторую пару перьев. Размером немного поменьше. Тоже с правой и с левой стороны. Подготовка делается точно так же, как и для первой пары перьев. По аналогии с первой парой перьев мы подготовили вторую пару перьев. И устанавливаем её на место. Задняя чёрная полоска второй пары крыльев должна совпадать с передней полоской первой пары крыльев. И устанавливаем ближнее крыло. Смотрим, проверяем. Устанавливаем дальнее крыло. Здесь у нас несколько бородок отделилось от пера. Ничего там страшного нет. Мы их просто ставим на место. Мы закрепили наши перья. Проверяем. Они стоят ровно, параллельно цевью. Если это не так, то мы их поправляем. Обращаем внимание, что вторая чёрная линия на второй паре перьев почти совпала с батом, чего мы добивались. Но если даже такого совпадения не будет, то ошибкой это не является. Особенно в том, что касается мушек, предназначенных чисто для рыбалки. Удерживаем перья левой рукой и для фиксации делаем два-три тугих оборота. И теперь можно обрезать лишнее. Обрезать корни перья в составляющих крыло. Обрезаем по одному. Срез должен приходиться как можно ближе к точке крепления, но при этом важно не перерезать нитку. Теперь можно установить щёчки. Щёчки в оригинале делаются из перья в голубой сороке, котинга Каяна. Поскольку эти перья практически недоставаемы, мы воспользуемся заменой зимородка. Единственный недостаток зимородка, то что примерно через полчаса ловли перья теряют свой яркий голубой цвет, становятся светло-серыми. После высыхания цвет восстанавливается. Выбираем пару перьев, удаляем лишние бородки. Просто обдираем их. Здесь не обязательно подстригать, потому что крыло у нас построено из целых перьев. И при прикреплении, при привязывании, перья зимородка проворачиваться у нас не будут. Мы подготовили перья и привязываем. При привязывании можно захватить бородки имеющиеся. Это даст перьям дополнительный опор. Смотрим, чтобы щечки были одинаковой длины. Прихватываем двумя витками. Проверяем. Обрезаем лишние стебли. Делаем завершающий узел с помощью узловяза. Отрезаем белую нитку. И поскольку головка мушки у нас будет черного цвета, ставим черную нитку. Фиксируем черную нить и уводим ее до точки крепления крыла и щечек. Теперь берем подготовленное перо для топпинга, для верхушки. Примеряем его. Длина топпинга должна быть до кончика хвоста или чуть длиннее. Смотрим точку крепления. Очищаем основание пера. И делаем ногтем большого пальца засечку, которая позволит нам точно установить топпинг на место. Устанавливаем топпинг поверх цевья. Строго параллельно цевью. Смотрим длину. Проверяем параллельность установки. Все у нас совпало. Теперь двумя-тремя витками, тугими витками фиксируем. Следующий элемент нашей мушки – это усики. Они делаются из перьев попугая Ара Макао. Это парные хвостовые перья. С лицевой стороны они имеют синий цвет с характерным блеском. С изнаночной стороны они имеют жёлтый цвет. Отделяем буквально по одному волокну. Справа пера. И слева пера. Теперь устанавливаем усики. Сперва ставим ближний. Буквально одним оборотом его фиксируем. Длина их должна быть до конца мушки. Можно устанавливать усики как по средней линии крыла по стеблю, так и приподняв повыше, как мы и делаем в данном случае. И устанавливаем усик с дальней стороны. Фиксируем одним витком. Посмотрим за тем, чтобы они были одинаково длинны. Теперь делаем несколько тугих фиксирующих витков в сторону колечка. И обрезаем излишки. Удерживаем крыло, когда обрезаем корень топпинга, чтобы он не сместился. Теперь монтажные нити мы закрываем место среза и почти заканчиваем формирование головки. Вот именно что почти. Чтобы закончить формирование головки, согласно легенде этой мушки, мы воспользуемся любым тонким черным дайвингом. Например, дайвингом из кролика. Нанесем на монтажную нить немного воска. Очень немного. И нанесем очень немного тонкофактурного черного дайвинга. Скрутим его в такое веретенце. Делаем буквально пару оборотов один поверх другого. Убираем лишний дайвинг и заканчиваем формирование головки. При вязании мушек на крючках без колечка, важно оставить буквально один миллиметр цевья, не закрытой нитью. Берем узловяз и делаем завершающий узел. Отрезаем монтажную нить и покрываем головку лаком. Естественно, ту часть головки, которая сделана из дайвинга, лаком покрывать не нужно. Нашу мушку можно считать завершенной. Связана она была больше для удовольствия, хотя мушки серии Ranger на протяжении 150 лет позволяют успешно ловить семгу. Надеюсь, что из нашей встречи вы почерпнули что-нибудь новое и полезное для себя. А за всем разрешите проститься. До свидания, до следующих встреч и туго натянутых слов. Субтитры создавал DimaTorzok